Это мозг аэрокомплекса, управление воздушным движением. Отсюда наблюдают за воздушным пространством над всей территорией Карелии. Наши воздушные суда, которые летают на 300-500 метров, локаторы их не видят. Поэтому мы работаем только по радиостанции. У кого радиостанция? Основная находится в Петрозаводске. Ретрансляторы у нас стоят в Кимин. И Леппосил в районе Петкаранта тоже радиостанция есть. Поэтому мы радиосвязь практически по всей Карелии ведем с экипажем. Сейчас управление обслуживает только нижнее воздушное пространство от нуля до 1200 метров. То, что выше, контролирует Санкт-Петербург. Сегодняшний день аэродром, к сожалению, оснащен не так, как хотелось бы нам. Поскольку мы используем то оборудование, которое у нас вводилось в эксплуатацию еще в 80-90-х годах. И поэтому в 2011 году было принято решение Минтранса России о дооснащении аэродрома Петрозаводск. Собственно, новыми техническими средствами, такими как дальномерный радиомаяк и инструментальная система посадки. Теперь на территории аэрокомплекса установлен радиолокатор. Он позволяет сажать самолеты при неблагоприятных условиях. Кстати, точно такой же прибор помогал приземляться олимпийцам в Сочи. В следующем году на летном поле установят и современный радиомаяк. А сейчас завершается работа над главным объектом третьего этапа реконструкции аэрокомплекса – аварийно-спасательной станцией. Как вы помните, наверное, ту катастрофу, которая омрачила всех жителей Карелии, плюс создавая негативное отношение к безопасности полетам в самой Карелии. Вот этот объект позволит аэропорту Петрозаводск перейти на другую категорию защищенности пожарной. С пятой у нас, которая в настоящее время существует, на седьмую. Станция должна заработать 9 октября. Здесь будет пять машин и полный комплекс оборудования для пожаротушения. Это позволит принимать любые типы воздушных судов в любое время суток. Все эти работы должны в этом году быть завершены. С трудом решался, но все-таки получили мы положительное решение по вопросу финансирования этих работ через линию Росавиации. Буквально ожидается первый транш денежных средств на этой неделе, что позволит работы, по нашей оценке, активизировать подрядчику, завершить их в те сроки, которые были предусмотрены. После завершения работ Петрозаводск станет запасным аэродромом для Санкт-Петербурга и Архангельска. При любых чрезвычайных ситуациях воздушные суда, оказавшиеся рядом, смогут спуститься на Карельскую землю и получить помощь.